Привет, друзья! Здравствуйте! Мы сегодня будем на Твиче с вами стримить. Я надеюсь, достаточно долго. Вообще, есть что позаписывать, поэтому я ставлю планку до 22.15, потому что сейчас 18.15. У меня есть план 2 часа постримить Pillars of Eternity и 2 часа Minecraft. Ну, соответственно, у нас работает система продления, как обычно, все, как мы привыкли уже, 3000 рублей плюс 1 час, поэтому... Если продлеваем, то продлеваем, играем в Minecraft дальше, то есть после Pillars, да, после 2 часов Pillars. Если нет, то я иду записывать. Завтра стримов не будет, поэтому, типа, записи тоже хорошо, тогда завтра получится сделать ролик. На завтра, точнее. А пока мест... Пока мест. Мы с вами переходим... Куда? Правильно, в Pillars of Eternity. На Pillars of не работает 3K 1 час. Это на 1... На весь стрим работает сегодня. Потому что Pillars'ы заказаны. Игра от Fasio. Мы должны еще часов 7 поиграть в нее. Ну, где-то 6-7 часов. Вот. Ну, и сегодня поиграем в 2 часа. Единственное... А, во! Работает. Ничего себе. Я, короче, перед тем, как запустить стрим, я проверил VASD, и у меня не работало VASD. То есть то, что мы с вами настраивали на камеру, оно не работало. А сейчас работает. Это очень странно. Ну, окей, хорошо. Ну, только не Minecraft. Ну, чувак, Minecraft смотрят пипец, как много людей, поэтому извини. Но оно именно так и будет. Так, ну че. Мы тут у нас в собственном... В собственном имении. И у нас задание. Давайте смотреть задание. Подстошение Дирвуда. Вот они, задание. Хозяин в глубинах. Исследовать бесконечные пути. Время и волна на эти руины под Кайт Нуа. Это вниз спуститься здесь же, Кайт Нуа. Это вот наш... Это имение. Наш замок новый. Так, испытание стойка. Я встретил странного священника. Так, это понятно. Поговорить с ним. Отправиться с Эдером в архив. Эдер согласился путешествовать со мной. Похоже, у него есть вопрос на который... Вот в этот самый архив мне нужно. И бесконечные пути. Это, кстати, тоже, по-моему... Руины в Кайт... А, нет, подожди. Ну, да. В общем, это все связано с руинами под нашим замком. А вот этот архив, это то, что нам нужно. Отправиться в храм Воедике. Вот сюда вот нам нужно. Мервлин сказал мне, что, возможно, я смогу найти свинцов. Субтитры сделал DimaTorzok Да. Возвращаем, возвращаем звук. Так, секунду. Тут у меня кое-что есть. Ну-ка. Скачалось? Скачалось. Нет, не скачалось, а скачается. Окей. Очень хочу UFC 3 поиграть. Проблема моя с микрофоном сохранилась. Я не знаю, если честно, как ее решить. Я уже все попробовал. Я уже даже, ну, то, что говорил, удалял. И переставлял дрова. Ничего не меняет. Все равно пропадает звук. Поэтому, ну, сори, я не знаю. Пока я это не придумаю, как решить. Оно будет так и делаться дальше. Короче говоря, по заданиям нам... У нас два задания связаны с архивами под... Не с архивами, а с... С СССССР. Подземельем в Кайднуа. И одно задание с архивами в храме Ваидики. Так, по поводу замка. Надо не забывать про то, что... Про то, что у нас здесь есть необходимость в строительстве и в охране. Я нанял людей. В принципе, моих денег хватает на то, чтобы 8 человек содержать на охране. Давайте смотреть, что у меня тут стоит вообще. В завершении через один день 24 часа. Двор будет чиниться. Вообще, я могу давать задания, типа, идеи в любом месте. Да, не только здесь, в самом главном... В самой главной локации для этого дела. Собственно, в самом Кайднуа. Так, давайте... Давайте мы посмотрим вообще, куда мы с вами можем пойти. Вообще, у меня как раз проход на восток открылся, да? Вот туда, по идее, и надо. По идее. Так, мне надо понять, знаете что? Мне надо понять, как ускоряться. Есть, я понял. Так, альт это у нас... Ага, вспомнил. Давно не играл. Давно не играл. Ты играл в Тирани. Собственно, ну да, на ютюбе мы с вами, когда Тирани выходила, по-моему, до релиза вообще, или на релизе самом, мы сыграли с вами в Тирани. Ну, типа, как первый взгляд был. Тоже, по-моему, кстати, стрим был. Но это, по-моему, было до перезапуска канала, если я не ошибаюсь. Поэтому, скорее всего, стрим скрыт. Так, сюда. А не на малей мы упадем. Океанами стали. Мне это нравится, нравится. Друг за другом с ума сойдем. Я вот не понимаю, куда мне идти. Крепост Редрика был. Кайдну, это мы сейчас здесь. Через сельские равнины пройти, что ли? Мост Эльвин. Может, сюда, да? Вот так вот. Потому что мост Мадмр был закрыт. Точнее, он был разбит, и поэтому проход через него закрыт. В Кайдну мы прошли и открыли проход на восток. Теперь у нас есть возможность сельские равнины попасть. Скорее всего, как-то сюда все-таки пройти. Давай сельские равнины тогда, да? 18 часов, погнали. На майне заказ музыки будет платный. Да, фрикадель, все это дело починилось, поэтому он будет платный. Никак не можем влиять на игру, которую хотим видеть на экране. Допустим, если хотим сейчас видеть пилорсов, их просто давно не было. Так вот, сейчас пилорсы. Сейчас же пилорсы идут как раз. Блин, мне управление запомнить. Заказ есть заказ. Фазио заказал. Я, типа, прохожу. Я 20 часов отыграю в это точно. После 20 часов пойдет Alice Madness Returns. Я уже купил ее в Origin, поставил русификатор. Можно было, конечно, по геймпэсу взять, по EAX, точнее, взять в... А, нет, по гейм... Не помню, в геймпэсе он... Нет, по-моему, он в EAX как раз на Xbox. Но там английский язык, поэтому я на русском лучше на компе поиграю. Вот, но это максимальное влияние. Типа, время я сам выбираю. Как, чего, куда, где. Он про продление. Я понимаю, что имеется в виду, что, типа, давайте больше двух часов поиграем. На майне больше людей, ребят. Сори, но... Типа, сидеть на 70-60 человек стримить, это как бы такое себе. Вот. Заказ я выполняю. Пугра. Лесной тролль. Не пугра, наверное, все-таки пугра, да? Вот это противник, с которым мы еще не встречались. Так, и на самом деле проблематично. Вообще, не тихо ли игра, ребят? Не тихо ли игра? Проблема в том, что я реально давно не играл. Значит, у меня... У меня есть два танка. Это вот она и он. А они, конечно же... По обыкновению моему... Ой-ой-ой. Слышишь, Саурон? Ты потише будешь тут? Да не думали, мы упадем. Пойдем. Океаны мы стали, мне это нравится, нравится. Ну-ка, подохни. И буй. Нормально. Ты у нас песенки поешь, все нормально. Так, ты должен метку сделать. Давай-ка вот на нее и поставь меточку. А ты, наверное, знаешь, что включи. Вокруг себя ауру. Я из боя вышел ей, да? Сюда попройди, пожалуйста. Так, неизвестно, какой урон у нее будет. Тогда давай-ка. Пол из этой энергии вокруг священника, который сжигает любых носителей поблизости, устанавливает небольшое количество настоящее союзников. Пока это не нужно, пока иди бей. А ты продолжай бахать пугру. Вот, теперь надо. Надо разбахнуть. Так, это по своим тоже попадешь. Давай-ка в пугру. Есть скелетики. Тоже может вызвать скелетов, на самом деле. Отлично. Так, а ты куда? Ты куда? Сюда давай. Пугру добили, по-моему. Блин, Лево упал. Лево упал, Лево упал. Это плохо. Малый огненный блайт здесь появился. О, нет. Паршила Блин, а чё серьёзные такие? Вы чё серьёзные-то такие? Давай колесного тролля добейте Есть контакт Теперь вы втроём бейте этого лесного тролля А вы сосредотачиваете урон по этому, дядьке Ты можешь этого покосить Нормально, справимся Сейчас свои атаки справимся Можно, конечно, ещё хильнуть Это не хил? Нет, это не хил Так, а где хил? У нас вот, да? Часть божественная Всех союзников Факерония Играет музыка. все красиво добили бульон серьезные ребята так мы сегодня только покопать или покопать и потом youtube это как продлят посмотрим шкура тролля пробужденная древесина ухты так давайте забирать это все вот в эту сторону ну именно в сундук я имею ввиду пипец пипец помню ты упоминал что пытался пройти ведьмака но не прошел потому что глупый что блять типа ребят киньте чуваку пожалуйста плейлист на первого ведьмака на второго на третий на все дополнения не так могу сказать но только до прохождения первого ведьмака остальное либо какое-то недопонимание либо шут ищу опа лёва ну я первый ведьмака начал проходить за несколько недель до выхода третьего то есть это по моему 15 я думаю прошли первого потом прошли второго потом долгое время играли в третьем а тут чё за проходик я уже думал после слов дайте ему будет банка чего зачем за что главное так еще лёвики блин я хотел сохраниться ноги ладно давайте всего одного они думали мы упадем вот сука заела песня мой лёва круче вашего лёва поняли вы битва лёва знаешь ты битва лёва дим спасибо большое за хвост так а тут чё там есть кастом и можно поговорить как-то можно кстати можно прямо сейчас меня мне почувствовала лишь что ты смотришь на меня а теперь и слова услышал ты должен уйти нет ты должен уйти у меня есть тебе вопросы если тебя одолевают сомнения и любопытство то ты сдираешь костяшки не от ту дверь а почему мы должны были встретиться надо будет за кофе сходить причина в том что ты хранитель я вчера короче читал мобильник блин потом словил бессонницу словил бессонницу и слушал достоевского два часа как же он называется а после этого мой веселый сосед решил начать сверлить и долбить в девять сука утра чем разбудил алису разбудил блин всех и он продолжал долбить до вот где-то до пяти до пол шестого очень умный полумерок в девять сука утра сверлить начать сейчас скажу почему потому что мне прямо очень понравилось я два часа отслушал аудиокнигу слушаю потому что книжки самой нет он прямо захотелось там еще 7 часов впереди всего степанчикова и его обитатели в очередь слушаю федора достоевского это непривычный достоевский так скажем вот книжки после библии после мобильника я взял парень из колорадо такое легкое чтиво говорит он что он даже не законченный сам стивен кинг сказал и карлос руис сафон сентябрьские огни тут как раз 3 в трилогии тумана рассказик и последний для меня и трилогия тумана будет закончена как раз трилоги туман насчитаю потом парень из колорадо а потом наверное к гиллиан флинг приступлю потому что я темные тайны прочитал хочется прочитать теперь еще острые предметы исчезнувшую и вообще-то надо продолжить карлос руис сафона читать а то я только тень ветра прочитал и рассказики начал познавать все литературная пауза закончена причина в том что ты хранитель на хранитель идет по двум дорогам почему для меня больше важно что было время когда я бы и не подумал о твоих словах или вообще не утруждал бы себя общением с тобой но теперь я ищу хранителей чтобы представить перед ними истину посмотреть какому из двух путей они склоняются он слегка улыбается подразниваем какую истину это либо высухое поле готовое к очистке огнем перед сбором урожая он хмурит брови соответствующим взглядом с отсутствующим взглядом либо ты потерялся во тьме в любом случае ты можешь видеть иначе чем другие он едва заметно улыбается потом тон его голоса становится обвиняющим я могу это сказать потому что ты сразу заметил мой посох немногие могут увидеть его сразу как и гравировку и пламя но твои глаза он внимательно смотрит на вас почти алчен кивая твои глаза отследили путь это я смог заметить так а кто ты сухое поле а кто ты сухое поле или ты потерян во тьме лицо стойко становится напряженным в тот день когда мы прекратим перекидываться этим вопросом наши пути смогут разойтись а испытание стойко сжимает руку на посохе испытание будет закончена ты тоже не знаешь ты знаешь что этот народ болен шериф спасибо за хост спасибо что этот народ болен не нужно быть хранителем чтобы увидеть это в детях политиках мужчинах которые караулят на дорогах с ножами в руках и жажды убийства в глазах этой земле снова нужна жизнь нужно посеять новые зерна в сгоревшую почву он сужает глаза и добавляется насмешкой и что-то мне говорит что ты видишь путь к этому будущему хранители такие как ты всегда видят так что теперь нам нужно убедиться что ты действительно видишь это и стране этому народу больше не нужна сковывающая их ложь да и мне не нужно нужно проверять правду а не слепо ее принимать и как ты собираешься меня проверить разделив с тобой дорогу конечно истины сочетаются друг с другом идут в ногу держит ритм другие священники могут оставить себе свои учения и проповеди для моей веры моего учения идти по одной дороге простая суровая истина он улыбается шире хлопает руками по бокам один раз а потом дважды а когда ты сталкиваешь одну истину с ногой другой истины что же обе ноги обе ноги будут стоять крепко но если ты ударишь ложью в колено с той же силой его улыбка гаснет и глаза сужаются что же получится калека стоящий на одной ноге поэтому ты носишь с собой этот посох поэтому ли стойк почти готов издать очередной поток слов но мигает а потом запрокидывает голову назад и начинает безудержно хохотать пока весь воздух не выходит из его легких пока смех не становится неестественным возможно к твоим словам стоит прислушаться хранитель он хмурится от веселого настроения не остается и следа но истина победит иди в ногу и мы посмотрим ну что ж стойк это все пожалуй я хотел спросить артик алекс привет усажайся поудобней урожай очага 10-15 рубящий урон что там одно говно попадается все время на камне грубо высечены волны они тянутся к возлюбленной луне ондры как скрученные пальцы когда блатборн не скоро тут dark souls ремастер отдел я вообще думаю знаете ли не делать прохождение на youtube потому что кому она нахер надо может быть мы с вами постримим это дело просто над вещами хотя я бы конечно хотел хорошее качественное прохождение dark souls демон souls и блатборна и секира но секира у меня есть уже на канале короче и хз но это игры from from of они так много времени отнимают что пипец я бы хотел просто еще монтажики поснимать по ним они поприкольнее будут наверное усили увеселительнее для людей поинтереснее чем полностью прохождение интересно так джелин димат давай знаешь чё джелин давайте мы сделаем привал и заберем эти дровушки себе демон souls будет ну это такое я бы хотел его проходить на русском языке я кстати не знаю демон souls был на xbox по моему не было да штуплю на русском языке его можно пройти только на эмуляторе на пк или на пиратке на плойке на прошитой плойки прошитой у меня нет вот поэтому можно эмулятором бахнуть на pc но для этого процессор нужен помощнее даже помощнее чем тот что у даши насколько я понимаю вот указать пробовать надо пока нет времени для этого все равно джелин димат приблизившись вы чувствуете яркую историю содержащуюся в сущности души женщины кажется голоса из ее прошлого зовут вас как обычно этот огромный текст мы читать не будем в этом я смысла не вижу под постелью спрятана своеобразная реликвия раковина перевязанная морскими бодрисами так мы здесь взяли да все туда пойти не пойдем карту открой пожалуйста хорошо давай вниз тогда пройдемся посмотрим что тут у нас они думали мы упадем океанами стали мне это нравится нравится друг для друга с ума сойдем а вот заела мне песня эта тут в чат который мы видим под тобой youtube написал это что это рутони у меня подключается автоматически к твичу к ютюбу чтобы я сотни тысяч раз не перенастраивал туда-сюда поэтому когда я стримлю на твиче но рутони включен и он такой типа слышь чувак ты это чтоб ты знал к ютюбу я подрубиться не могу ты там видать не стримишь поэтому он пишет типа не удалось получить данные так а можете сюда пожалуйста пройтись тут в ускоренном режиме вы так медленно ходите серьезно подниматься и в 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 вы в в уже рано или поздно это соберем всего лишь осталось примерно 10 раз собрать столько же сколько можешь собирали короче пурга согрелась ну ладно дар этот по щам счета дорогого тоже давай ты тоже еще разок все отлично красавца итак мы прошли до перекрестка тихо и тумак мы еще немножко подождем давайте поговорим сагани гномиха закутанная в меха и шкуры прислоняется к дорожному указателю ее лицо опущено глаза затемнены толстой полосой краски она точит костяной наконечник стрелы ножом срезной рукояткой но внимание ее сосредоточено на фигурке медведя стоящего ног большой лист с белой шерстью сидящий возле нее поднимает голову при вашем приближении тише и тумак это не он кого ты ждешь сказать покороче я еще очень-очень старого друга не уверена в какой он сейчас кожа я его узнаю когда увижу я могу помочь найти его она приостанавливает работу над наконечником стрелы и медленно скрещивает руки на груди это интересный вопрос последний незнакомец который предложил свою помощь преуспел только в том что облегчил мой кошелек думаю я разберусь с этим сама вы должны встретиться с другом здесь такой вопрос такой так не сказали правда мужчина который мне это сообщил я если чё зеваю не страшно мне скучно я просто я вам говорил про бессонницу я просто проснулся недавно имейте ввиду я устал когда бабушка пришла с алиса сидеть ее там с 9 утра там короче помыл кашу сделал по переодел и прочее но потом вот лег спать где-то часов в 11 и вот только недавно проснулся поэтому ссори ссори что зеваю клянусь это не за то что скучно мне дико интересно пиларсы я вам об этом много раз говорил а то начнете думать что типа вот через силу играет два часа там все поставил нет просто мы растягиваем это дело плюс еще и актив поднимаем правда мужчина который мне это сообщил носил с собой посох сделанный по его словам из драконьей кости но я знаю как определить есть ель на вид она закатывает глаза качает головой это было бы моей первой зацепкой но мне нужно было что-то попробую постой как-то незнакомец связан с твоим другом это длинная история что же начнем ладно она понимает и опускает плечи делаю глубокий вдох 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 я родилась далеко на юге на острове под названием на оси так сюда я пришла в поисках старейшины деревни которого звали персик у себя дома я была охотницей поэтому выследить кого-то для меня обычно не проблема но след персика остыл если не сказать больше слушайте она я так полагаю станет членом нашей команды потому что он так в открытых что-то говорит но ну сука зилок торета но нам она не нужна в этом проблема Одного охотника в моем лице Вот так вот с головой Почему ты его не можешь найти? И как долго ты его уже ищешь? Ее накрашенные брови опускаются А плотное мускулистое телосложение На долю секунды провисает Пять лет И почему ты его не можешь найти? Вряд ли в дереву люди много твоих земляков Он умер, когда я была маленькой девочкой Забыла упомянуть об этом, да? Я ищу его последнюю реинкарнацию А это может быть кто угодно Значит, ты пять лет искала незнакомца Которого едва помнишь Который может быть теперь где угодно Намедливо и задумчиво кивает Вот примерно и все Как ни удивительно, я тебя хорошо понимаю Она поднимает бровь Тогда я тебе сочувствую Надеюсь, у тебя есть зацепка получше моей Она смотрит на лежащую в грязи Адровую статуэтку А как с этим связана эта статуэтка? На ее маленькой плоской ладони стоит статуэтка Она вырезана в форме медведя Гладкая и округлая Сука, зевок Пандоры теперь начался До этого Торетто было А сейчас Пандоры Типа раззевнешь и не остановишься На вырезанной форме медведя На вырезанной форме медведя Гладкая и округлая Отполированная поверхность адры На выгнутой спине И овальных бедрах зверя Протерто до матового состояния Изнутри исходит слабое свечение А как? Подождите Я что-то немножко не понимаю А как можно протереть до матового состояния? До глянцевого состояния я могу понять А до матового? Протереть до матового состояния? Это как? Я не понимаю Вообще не понимаю Разрад творить не получится, Олег Чат Чат у меня прям под рукой Смотри, как могу Вот так вот могу за секунды Раз И ты на 600 секунд в бане А как? Твори разврат На всем стриме Твори разврат Другим В пример Не за красивое Спасибо А лишь за то, что Бан влепил я Вот Была отполирована Но из-за того, что ее часто терли Стало матовой Я все равно не понимаю Как Как Полированную вещь Можно натереть До матового состояния Это очень-очень Не укладывается у меня в голове Господи Это очень странно Изнутри исходит слабое свечение Мило, правда? Это принадлежало персаку Прежде чем вернуться в колесо Он оставил частицу своей души в ней То, что поможет его найти Крестраж, блин За что, бан? За то, что я Олега очень сильно люблю Топпи Дрим Не бери в голову Олег там Сейчас придет И все расскажете Все сам Держись Там мы будем ждать тебя Грит Крикадель Прежде чем вернуться в колесо Он оставил частицу своей души в ней Она протягивает ее вам Вы чувствуете сгустки ощущений Не совсем воспоминаний Но каких-то следов Когда я покидала на Ситак Она была полностью темной внутри Но чем ближе я подбиралась к персаку Тем ярче она светилась Когда я дошла до Дирвуда Ее стало сложно понять Иногда она мигает А затем темнеет А иногда светит хорошо и ярко Несколько часов Но почти все время Она выглядит так, как сейчас Могу я на нее взглянуть? Тут матовый не с наведенным матом А просто без блеска Разные значения слова То есть имеется ввиду Просто утерянный блеск глянца От потертости Грубо говоря тусклая Да становится Типа если это к примеру Керамика Которая блестит Ее затерли до тусклоты И это называется Матово Странно очень Очень странно Наждачка Можно скорее всего Опечатка Затерта до матового состояния Ну окей Ладно Спасибо А то у меня мозг ломался Сука Как можно Натереть до матового состояния Извините Может глупый Это типа Не сарказм Я ведь Правда могу Быть глупым Серьезно Мне всего 28 Учиться и учиться Еще Что будет делать дальше Так что просвещаюсь Вместе с вами В том числе Когда я Могу я на нее взглянуть Она недоверчиво Разглядывает вас Я это уже слышал Я стою здесь Именно потому Что какой-то Так называемый Хранитель Из долины Распути Сказал мне Что может Взглянуть За несколько Золотых Дюков Конечно Я выходила Из болота Бейл Когда услышала Разговоры О странствующем Тайновидце Который якобы Мог видеть душу Она пожимает Плечами Я знала Что это слабый шанс Но Что мне было терять Я нашла этого мужика Я дала ему Адровую статуэтку Он устроил Целое действие Стонал Закатывал глаза А когда я дала ему Пять золотых дюков Чтобы он заглянул За завесу Он указал мне Искать перекресток В поле между Логовым Скалящегося волка Логовым Прошу прощения Скалящегося волка И двойными деревьями Хм Продолжай Он думал Что говорит Загадочно Но Я достаточно хорошо Знала местность Чтобы понять Что это Здесь Прямо между Бухтой Непокорности И Вязыми Близнецами Я была разочарована Но монету Я уже потратила А еще Оставила стрелу В его Котомке В качестве Дружелюбного Предупреждения Сказала Что вернусь И оставлю еще одну Если окажется Что он Зря меня заставил Бегать туда-сюда Уже прошла неделя Наверное Все таки Он сейчас смеется Последним Хм Ты еще можешь Попробовать Разыскать Этого хранителя Самозванца Можно посмотреть Статуэтку Все таки Она смотрит На медведя Из адры А затем Обратно на вас Прищурив глаза Зачем Ну пожалуйста Я настоящий хранитель Ну Говорим правду А дальше Уж как Получится Ким Шейн Спасибо тебе большое За Хост Забежал Пожелать Перед сном Хорошего всем настроения Спокойной ночи Ким Шейн Спасибо тебе большое Так Ну давайте От правды пляшем Я настоящий хранитель Думаешь я в это поверю После той истории Которой только что рассказала А что ты теряешь Если дашь мне попробовать Хорошо Но если попробуешь убежать Помнишь Что мои стрелы Быстрее Она протягивает вам фигурку Задевая вашу руку Своими Заскорузлыми костяшками Насторожена Но с любопытством Она наблюдает Как вы изучаете статуэтку Вот я говорю Да Про обучение Что такое Заскорузлыми Что означает Заскорузлые Заскорузлый Означает Шуршавый Загрубевший Переносное значение Отсталого Неразвитого Пренебрежения Ну в данном случае Скорее Шуршавый Загрубевший Окей Вот оно что Первый раз слышу Это слово Монтерагу Пишет правильно Загрубевший Потертый Да Спасибо Спасибо Так Игарет Тоже тебе спасибо большое За ретрансляцию Вы поднимаете Медведя из адры Поворачивая его К свету Когда на глаза Вам попадается Крошечная Блестящая царапина Пейзаж Вокруг Растворяется Вы стоите На утесе Над водой Смотря чужими Глазами Вы чувствуете Мускусный Запах Животных Среди свежего Запаха Растительности И Ваше сердце Начинает Биться Быстрее Здесь Вам нужно Смотреть Под ноги Вы смотрите Вниз Достаточно Долго Чтобы рассмотреть Острые Бледные Утесы Которые Входят В воду На расстоянии Сотен футов Под вами Восприятие У меня Вот пятнашка Но восемнадцать К сожалению Не прокачано Восприятие Ладно Давайте Понюхаем Бриз Глубоко Вдыхая Вы чувствуете Соль В воздухе Где бы Вы не стояли Где бы Не стоял Персик Это должно Быть Возле Океана Не озеро Танцуют Локтями Все Танцуют Да Я тупой Я вижу Высокие Утесы Нависающие Над водой Звучит Знакомо В ответ На ваш вопрос Вы получаете Только Пожимание Плечами И молчание Блин Восприятие Восемнадцать Хочется Я увидел Он стоит На утесе О чем Ты говоришь Что только Что произошло Я же сказал Тебе Что я Хранитель Она Несколько Раз Моргает Обдумывая Слова Знаю Что Звучит Странно Но Это Правда Ты понимаешь Что мне Тебе Нечем Отплатить Даже Если Я Тебе Поверю Идем Со мной У меня Есть И другие Дела Вокруге Мы Можем Поискать Персека По пути Тогда Поискать Персека По пути А вот Если Я скажу Идем Со Мною А у Места Нет Раз Два Три Четыре Пять Шесть Да Здесь Максимум Шесть Человек Погоди А шесть В команде Или Шесть Вообще То есть Включай Меня Шесть Должно Путели Не Включаю По идее Включай Меня Шесть Будет В запасе Я помню Что Их Можно В замке Оставлять Но А сюжет С ней Будет Развиваться Несмотря На то Что Она Там Сидит В запасе Или Как Я думаю Что Да Идем Со мной Короче Вот Да Можно Оставить Ну Как Я уже Сказал Рейнджер Мне Не Нужен Ни Одного Рейнджера В команде Хватит За глаза Один Волшебник Один Священник Два Бойца И Певчий Вот Если Я Еще Одного Бойца С сюжетом Возьму То Я Наверное Все Так Мерчу Заменю Она У нас Просто Наемник Наемница Так Хорошо Новое Задание Долгая Охота Она Кстати Никак Не ответила Просто Так Окей Все Персонаж Покинувший Отряд Вернется Либо В трактир Черная Гончая В позолочной Долине Либо Вашу Крепость Если Вы Заняли Ну Да Занял Соответственно В крепость Она К нам И придет Не Спать Отдыхать Не нужно Максим Привет Спасибо Тебя Кстати Я Смотрю Эти Битцы Бахаешь Поединички У нас По-моему Полтинник Или Сотни Оповещений На битцах Есть А еще За битцы Можно Звуковые Эффекты Заказывать Если Присмотритесь К трансляции На твиче Увидите Там Не гаджет Расширение Необходимое Вам Расширение Проблема Наверное Заключается В том Что мы Именно Вот так Медленно В присядку Осматриваемся Олежа С возвращением Как ты Там Расскажи Как По ту Сторону Нам Прихлебаем Чтобы Знать Каково Оно Ты же У нас Бывалый Расскажи Олеша Не Не Жмоть Инфу Бенефактор Лорд Джонгер Каталист Но Это Опять Дань Уважение Тем Кто Отсылал Денежку Серьезно Да Ладно Да Вот Видишь Полтинника Там Меня Игнорят Говорят Помидоры Разбивают Об яйца Че Кто Посмел Вася Привет Опаленная Госпожа Емоё Ух ты Лесной Скрыть Я Я Посмел А Ну Я Могу Да Лесной Скрытин Это Дело Которое Скорее всего Огня Боится Он Ты Трактибидохни Такой Штукой Ты Бахни Его Такой Штукой Ты Пой А ты Прорычи Что Бахай Блин О Касач О Молодцы Скрытни Гасанули Быстро Можно было Наверное Даже Заклинание Это Не тратить На него Очень Много Дерева Попаду Наверное Это Хорошо Наверное Да Ну Вот Олег Так вот Он Он Может Блядь Я Даже Не Сомневался Он Взял Себя И Мучеником Выставил Меня Говорит Банить Норма А мне Даже Не Обидно Что Я Шудо Ороховый Шо С меня Взять Зав 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 Возьми А мы сейчас посмотрим, что это такое А, или не посмотрим Нет, давай тебе поставим Эту штуку лучше Двойника мага Ну, соответственно, наверное, описание Есть в названии, да, скорее всего Просто появляется, собственно, двойник Макс говорит Вот меня никогда не банили Спочину, Максимка Олег, проведи человека Расскажи, дай ему в хату зайти Нормально Он у нас свой Расскажи, что как, где Покажи место Давайте магию не будем тратить Хватит и бесконечных вот этих умений По сути По щам ему всовываете по очереди И ты стрелы раздал Молодцы Я буду быть дискретным В баргрит не ходи Бан за денежку разыгрывать Это особый вид извращения какой-то Типа Тысяча рублей бан Да? Не, 600 рублей Особый вид доната 600 рублей Типа 600 секунд 600 рублей 600 секунд бана Нормальный вид Баната Баната Блядь, хотел сказать А скрыть мне надо так гасить Я думаю, нормальный вариант Я считаю ему Дай хорошенько Дашь ты ему считай Нет? Он, кажется, застрял Да, ты хоть дай Молодец Хорошо хоть танки принимают его Она не застряла А скрыть Когда бьет Они, видимо, это То ли Обвязываются корнями Знаешь, что Типа такое происходит Они Я вот заметил второй раз Они стоят Встанем Да? Антивирус у меня Нет, у меня антивирус не стоит Лишняя трата Моих ресурсов Я не хожу там, где Могу вирусы подцепить Не качаю Всякое С вирусами Блин, я все это время Там проходил До ядри Твое Все это время Там проходил Без альта Без альта Давайте посмотрим, что Что происходит Это время Я буду Дискредит Продолжение следует... Я здесь. Ну чё, Олег, как там... Как там Макс? Срок к концу подходит. Проводил ты его? Нормально он себя чувствует? Не бежает никто. Казусом душевой не было? Не знаю, я с ним не ходил. И третья, я же тебя сейчас пошлю проверить. Хоть ничего. Говно одно падает. Объясните, пожалуйста. Малое зелье восстановления. Вилюни. Золотой. Вилюни. Так. Вилюни. Получил своё название от жёлто-оранжевого фрукта. Ну, короче, это драгоценный камень. Вот малое зелье восстановления. Кому из вас оно полезнее всего? Давай тебе я возьму. Опять же, почему? А оно не взялось, наверное, к нему, да? Потому что зелье восстановления уже было у этого парня. Наверное, оно... У него и осталось. Давай я вот так вот сделаю. И дрить. Обожди. Отлично. Надо будет потом следить за этим. Я здесь. Да, музыка красивая, да? Ну всё. С этой локации всё. Так, окей. Тогда пойдём смотреть всякие выходы. Вот. Палящие водопады. Это вот на юг. Открыли. Давай на запад посмотрим. И на восток. На восток, соответственно, тоже. Вот. Мост Эдельван. Эдельван. И на восток. Гоу. Глянем. Ага. Во. Я думал сюда сразу. Нет. Ущелье Штормволл. А куда мне получается погребальный остров? Ну-ка, задание. Город непокорности, который всегда возле королевы. Именно туда мне и нужно направиться, если я хочу найти человека. Узнал. Ва-па-па-па-пан. Поклоняется Ваидике. Управляющий помянул, что в бухте непокорности есть храм Ваидике. Вот это же бухта непокорности. Да, вот она, бухта непокорности. Либо в Дарион Дре она. Короче, на мост Эдельван нам нужно. Видишь, из-за того, что мы открыли вот эти локации, проходы вправо, на восток, на юг, на запад. Мы теперь с любой точки можем туда прыгать. Короче, мост Эдельван. Возможно, он сейчас тоже будет сломан. Придется идти через палящие водопады. Сейчас посмотрим. Я Эдрил играть начал. По-моему, это лучшая глобальная модификация, что я видел. Ну да, считается как перезелка полноценно. Вроде как что-то... А-а-а, все работает, ништяк. Он давай травушку-баравушку собирать. Сейчас Херак нас и не пропустит. Давайте сохранимся здесь. Ну нафиг. Ну, Макс, возвращение. Астрант Мириамелис, Кредок Миротворец. Странно говорит, что меня никто не ударил. Так. Сами, если захотите, это почитайте. Это чистое графоманство. Никакой пользы для сюжета. Такие истории не несут. Даже для раскрытия мира, по сути, тоже. На мой взгляд. Если надо где-то переночевать, в гусе и лисе, самые мягкие постели и самые лучшие. Зайди в зал экспедиции. Там может найтись работка тебе пометра. Зошибись. Зоран Зениус Савич. Стефан, ты что ли? Рыцарь Горна предупреждали всех не лезть в катап комбы. Там теперь небезопасно. А если ты схоласт, обязательно зайди в зал раскрытых тайн. На рынке Кайперлейна есть все, что нужно. Если там что-то нет, оно тебе не нужно. Да, логик. Я знаю, что вы меня видите. Нет, не мотайте мне мозг. Нужно проверить, есть ли здесь занычки чьи-нибудь. Может на мосту, кстати, было? Окей. Короче, это такая проходная локация. Вот, Кайперлейн. Здесь рынок как раз. Кайперлейн, первые огни, заветный холм, брекенбурь и дар ондеры. Либо в даре ондеры. А теперь я, кстати, сомневаюсь. Здесь маяк и, скорее всего, именно портовый район. Скорее всего, в первых огнях есть тут храмовые и дикие. Ладно, тогда через Кайперлейн точно должны пройти. 15 минут. Погнали. Ты там был. Компания хорошая, я смотри. Букта непокорности в городе, ставшем сердцем Дзерудской революции, вот-вот должна начаться еще одна. Улицы заполнили беженцы без куска хлеба и без крови над головой. Их надежды укрыться от наследия Вейдвена в стенах города пошли прахом. Группы противников и критиков анимансии добиваются ее запрета и отстранения герцога от власти. Во взглядах патрулирующих улиц дружинников читается страх. При любом удобном случае они тянутся к оружию. Столица страны, которая не так давно сожгла бога, теперь рискует разделить его судьбу. Букты непокорности, если есть на свете место, заслуживающая ярость очищенного пламени, так она перед нами. А подожди, а карта такая же, типа открытая сразу? Да. Так, гуси-леса, это таверна. Ворота на Брэкенбурге. Карта мира. Зал экспедиции в пристанище Адмеса. Рынок тот самый. Дом Пурниска. Кельи и писарей. Первые огни. Зал раскрытых тайм. Здесь типа карта мира, но это вот к северному мосту дорога. Она не то чтобы, скорее всего, работает, да? Фазио, привет. Такой стрим пропустил. Но запись-то будет. Эти анимансеры прогневали богов. О, руки ровно скрещены, он с кривой ухмылкой наблюдает за собирающимися протестующими. Кажется, он готов к драке. Он смиряет вас взглядом. Недавно тут, да? В интересное время ты приехал в бухту непокорности. Все эти беженцы с приграничья, придя сюда, обнаруживают, что ситуация с наследием тут ничуть не лучше. Это все эти анимансеры. Магран их побери. Их в городе как крыс, но дюжины положат этому конец. Пом... Ну да, положат. Попомни мои слова. Расскажи о дюжинах. Он тычет тебе в грудь. Мы организация заинтересованных граждан. Мы хотим избавить бухту непокорности от опасного воздействия анимансеров и тех аристократов, которые их поддерживают. Мы также считаем себя чем-то вроде ополчения. Особенно если учесть, что рыцарь Горна нынче просто толпа самодовольных дворян и недоучек. Ну, прям не дюжины, а народное ополчение. Не хватает только регулярных тренировок и дисциплины. И кодекса честь. Его глаза сияют. И мы постоянно набираем новых членов. Чем больше нас, тем лучше для страны. Если хочешь узнать больше, заходи иногда в пристанище Адмеса. В Зайл экспедиции. Там много головастых парней, которые быстро объяснят, какую чушь вливают народу в уши богачи и анимансеры. А может, и работенку какую тебе предложат. Чем ты тут занимаешься? Указывает на гудящую толпу, из которой слышны злобные замечания. Пытаюсь урезонить людей. У нас тут кризис в разгаре. Но вместо того, чтобы очистить город от этой анимансерской скверны, герцог наделяет их опасными правами. И что тебе известно про анимансию? Внизу замка своего был уже? Именно под замком? Нет, еще не ходили туда. Это наука о манипуляциях духом. Любой, у кого есть только разум, скажет, что это исключительно компетенция богов. У эйдерцев хватило, мы хотя бы запретить ее. Ха! Продолжаем. Больше о них ничего хорошего и не скажешь. Я повторяю, надо сходить за кофе. А то до добра не доведет то, что я проснулся недавно. Когда-нибудь бан ловил? Да. Не помню, если честно. По-моему, нет. Это не магия, не распевы и не чтение душ, которым занимаются сайферы. Анимансию практиковали с древних ингвитанских времен. Потому анимансеры так любят копаться со скрытыми ингвитанскими артефактами. Кана сдержанно кашляет в кулак. Правда, густо приправленная ложью. Но стоит отдать должное его энтузиазму. Он качает головой. Проблема в том, что анимансеры понятия не имеют, что делает хотя бы половина этих артефактов. Но, конечно, не признаются в этом. Хоть в чем-то наш эмоциональный друг прав. Слушай, я бы хотел узнать больше о бухте. Это столица свободного полотената Дирвуд. Изначально мы были столицей Айдирской колонии. Но 150 лет назад обвисший скипетр получил отсюда пня по джопу. Сегодня у нас тут крупный порт, в который приходят товары и гости со всего мира. Но мы не все, но многие, по крайней мере, стараемся сохранить тот первопроходческий дух, который был нам, добыл нам свободу полтора столетия назад. Город делится на районы. Каперлайн, Первые Огни, Дар-Ондры, Брэккенбурри и Заветный Холм. На каждый район он сгибает по грубому пальцу. Расскажи мне о Каперлайне. Сейчас мы в Каперлайне, он стучит истертым ботинком по булыжникам мостовой. В основном это рыночный район, но у нас тут есть и зал экспедиции, прямо на севере, где можно присоединиться к походу в дикие места. А там же мы с моими товарищами из дюжин встречаемся с озабоченными гражданами. Он указывает на длинное здание с купола на северо-западе. А это зал раскрытых тайн. Жутковатое место, как по мне, но у них там крупнейшая в Дирвуде библиотека. Канна смеется. Жутковатое? Ну, конечно, оно бы было не таким жутким, если бы туда хоть кто-нибудь заходил. Каперл, может нам стоит заглянуть туда? Посмотрим, какие тайны они раскрыли. Слушай, расскажи мне о Брэккенбурри. Его голос чувствует сотрещение. Там осталось осознать, что не уплыла обратно в Эдир. Большинство тамошних семей ведут свою родословную от старых имперских времен. Помимо толпы бывшей знати, там еще дом Хадретта, в котором сидят леди Веб и ее шпионы. И лечебница Брэккенбурри. Главное, выгребная яма, в которой сидят городские анимансеры. Он сплевывает на землю. Что насчет первых огнях? Там началась революция. Потому так и назвали. Сейчас там осели политики и прочие лизоблюды. Но однажды мы снова туда вернемся. Там расположены герцогский дворец. Ваэльянское посольство. И крепость Горна. Он качает головой. Когда-то рыцари Горна были одними из первых борцов за свободу в бухте непокорности. Теперь они превратились в надутых и совершенно бездарных павлинов, гоняющихся. За красивыми титулами. Там также стоит старый храм Выйдики. Во. Во-во-во-во-во. Значит, Брэккенбурри. Специально для нее мы там все в чистоте держим. Он подмигивает. Так, ну все. Да, Реондры, ладно, давай. Так назвали из-за того, что когда-то там было болото, осушенное в имперские времена. Теперь это нищий район, населенный моряками, простым людям. И целой толпой бандитов. Но там можно и здорово поразлечься, если знать места. А будешь там, загляни в соленую мачту. В остальном там просто склады и заброшенные дома. Брэккенбурри, надо запомнить. Ну а о заветном холме расскажи. Давай, Гард Пакеда. Спасибо за компанию. Он сдрагивает. Раньше это был один из наиболее престижных кварталов города. Именно там герои революции заявили о своем плане. Прямо рядом с древней англитанской башней и городским кладбищем. Оттуда открывался лучший вид на бухту непокорности. Сейчас туда тянет людей побогаче. Спонсоров, анимансий и такое прочее. Он сплевывает. Он осматривает толпу и говорит чуть тише. Ты наверняка не слышал, но там что-то случилось пару месяцев назад. Власти опечатали район и ничего нам не рассказывают. Но помяни мое слово, во всем виновата анимансия. Ладно, давай сменим тему. Хотя, знаешь что, давай Пакеда. Так, интересно. Интересно. Ровно полтора часа прошло. Дайте я сделаю перерыв. Пойду все-таки кофе сделаю. Сохранюсь. Надо будет запомнить. Час 30, ребят. 19.27. Сейчас подойду. За время моего отсутствия даже микрофон рубануло. Вот это за свет. Сейчас, секунду. Я, короче, умылся. И в туалет сходил. И кофе выпил пол-литра. И покушал. И перекурил. Так. Во сколько я там отходил? Полчаса назад, да? На полчаса надо продлевать. Так что между пиларсами и этим, как он? И майном. Не будет. Перерыва. Сразу пахнем. Так. А пиларсы... Получается, как раз... Как раз полчаса, да? Да, полчаса. Так, ну что, погнали. Я не думаю, что здесь надо в вальте ходить, если честно. Тхз, может быть, и надо. Здесь у нас таверна. Гуси-лисов. Таверну пока не хочу. А куда я хочу? Давайте на рынок своим. Перегунт, привет. Завидев вас, Орланка подпрыгивает от волнения. Помнишь меня? Мы встречались у моста Мадмр. Спасибо за помощь. Как и обещала, для тебя лучшие цены в городе. Если бы не ты, я бы точно разорился. Давайте посмотрим, что у нее тут за увы с чьим. Действительно. Продолжение следует... Почему бы не выключиться опять микрофон, да? Слушайте, я хозяй... Как это исправить? Ё-моё. Я теперь побаиваюсь, как бы, во время... Во время записи... Блин, он не вырубался. Во время записи иногда сложно отследить этот момент. Рядом с телегой стоит молодая женщина. Ее большие ясные глаза устремлены в толпу. При вашем приближении она переводит взгляд на вас. Не спеши, путник, если еще же заколдованные свитки или специальные деяния, ты пришел куда нужно. Действительно, свитки, камни всякие. Кольца. Стойкость 9, реакция 9, воля 9. Вот это неплохо. Я бы взял вот это кольцо, кольцо защиты. Что за кольцо волшебства? Кольцо использования и заклинаний второго уровня плюс 2. Качество использования и заклинаний 4 уровня плюс 1. Неплохая штука для мага. Но дорого очень. А печать веры? Так. Использование заклинаний первого уровня плюс 1. Второго уровня плюс 1. Третьего уровня плюс 1. Такое себе. Так, окей. Кольцо защиты, если что, я тут прикуплю. Давайте сходим еще, посмотрим, что есть. Игрен. Игрен стоит за витриной и полирует палаш. Его глаза утопают в паутине морщин. Руки сухие, узловатые, но оружие он держит с легкостью. Он кивает вам. Пришел посмотреть. Лучшее оружие и доспехов во всей бухте непокорности не найти. Кроме как у Санильды, конечно. Смехается, обнажая редкие зубы. А что такого особенного у Санильды? Она торгует в зале экспедиции. Он оказывает пальцем куда-то себе за спину. Продает лучшее оборудование в городе. Но Венон держит ее на коротком поводке. Откладывает лучшие из ее товаров для заказных экспедиций. Членов дюжины и всех своих друзей. Так, а что у тебя? Борисейн. Наконец-то крутой лук. Но, блин, стоит 10 тысяч. Поставить по умолчанию любой другой микрофон. А в OBS и Дискорде выбрать конкретный микрофон. А у меня в OBS конкретный выбран Как раз Не по умолчанию который Ну давай я попробую Убрать этот из По умолчанию Допустим Раз, 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 раз Окей Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не помогло ни хера Топоры все говно Кроме эффектов Может быть эффекты классные Противников с которыми персонаж Ступил бой плюс один То есть на двоих может гасить Ну вот лук Я бы хотел лук У него есть классный бонус Атаки могут оглушить При крит попадании Вот Но 10500 монет Это конечно дичь Что такое Переобучить персонажа? Нет Блин Блин Как сложно Теперь мне денег не хватает Чем деньги-то фармить? На самом деле Чисто заданиями получается Ой Кстати Обед Хауну У того Стоил 900 монет А здесь 400 У профильных продавцов Короче Надо продавать Не-не-не Выключается Именно микрофон полностью Он вообще везде перестает работать В микшере тоже Везде Точнее микшер сам принимает звук Я вижу что он ловит А в программном микшере Звука нет Блин Хочу этот лук Но с косарем Я наверное разорюсь А с тобой мы не разговаривали Да Нармир? Тут же припасы для привалов Полным-полным Хочу этот лук Нам надо также оставить деньги На это дело Короче Либо кольцо Покупать Как его? Забираю Микшер не может глючит Скорее драйвер глючит Который сбивает соединение Микшер-то принимает Все зашибись Хз Из-за чего это происходит Ничего нового не подключал ПК Может это конфликтует с чем-то Поэтому выключается К новому ПК подключил А вот дан искусный Короче это надо решать Блин Я купил Может все-таки можно здесь какие-нибудь нычки найти Таким макаром Как деньги делать в этой игре Нормальные деньги Чтобы на все хватало Писарь Писарь Обожаю запах старых книг по утрам Мне одному кажется Что это не херовая такая отсылка К апокалипсису Сегодня Или нет Обожаю запах напалма по утрам Или Блин Ну просто Это же Великая фраза И Такое построение Типа именно Запах по утрам Это конструкция фразы Для денег надо идти в подземелье Каетнула И Развивать сам замок А ну на тебя Приблизившегося Вы чувствуете яркую историю Содержащуюся сущности Опять Ты тогда так красиво выглядела С кем ты говоришь? Далтон Этот пожилой мужчина Прихрамывая шагает Из стороны в сторону Его глаза смотрят Куда-то вдаль Под ними видны мешки Следы многих Бессонных ночей Кажется он общается С кем-то Кого здесь нет А как ты сражалась Двоих Одним ударом Вот это победа У нас с тобой была А с кем ты разговариваешь? Старик вздрагивает Смотрит на вас Моя Ох Клянусь огнем Мне показалось Будто я ее слышу Он кладет руку на грудь И пытается отдышаться Что тебя беспокоит? Ничего Просто Это воспоминания о молодости Среди рейнджеров Северного дозора Испытания Приключения Почти из другой жизни Он качает головой Последнее время Воспоминания О поражениях И о павших товарищах Стали Особенно живыми Расскажи мне Об этих воспоминаниях Почти Шестьдесят лет Прошло Нас тогда Знали Во всем Диирвуде Мы думали Что будем путешествовать Вместе Вечно Накапливая медики И попадая в песни Морщины на его глазах Становятся глубже Но Потом мы Столкнулись С Хелигом Из Тейна Он был Волшебником Чьи эксперименты По некромантии Оставили за собой Длинный след Из трупов Какие-то даже Выставали Из мертвых От долины Утешения До Мидвуда Мы Отследили его Когда он бежал В направлении Уильянских Республик Настегли его Чуть восточнее Озеро Утопленных Гробниц Какими же Мы были Голубцами Весь наш Опыт Не подготовил Нас К его Жуткой Магии Наша Численность Ничто Против Его Могущества Если бы Я был Мудрее Я бы Приказал Отступить Но Мудрее Я не был Боги Не благоволили Мне В бою Я потерял Сознание А когда Пришел в себя Мои Рейнджеры Моя Равина Все погибли Он сжимает Руками воздух Кто такая Равина Моя Подруга Мой Брат По оружию Моя Любовь Мы Планировали Путешествовать Вместе Пока Не состаримся После чего Обязательно Обосноваться Где-то И жить В свое Удовольствие С накопленных Богатств Тогда В молодости Мы Представить Себе Не могли Что Нас Могут Разлучить Знаю Это похоже На старческий Маразм Но я Слышу Она Будто У меня За плечом Ее голос Зовет Меня Во сне Ночью Я вижу Как она Блуждает Под катакомбом Под городом Пытаясь Выбраться Оттуда Каким Бы Глупым Это Не казалось Но я Никак Не могу Избавиться От мысли Что Она Там Внизу Ждет Меня Я Даже Ходил В катакомбы Чуть Не погиб Тогда Его Голос Дрожит В нерешительности Если Бо Я Был Хотя Бо В половину Таким Воином Каким Был В молодости Я Бо Обыскал Каждую Могилу Каждую Нору А так Я Застрял В этом Слабом Теле И Меня Убивает Мысль Что Моя Любовь Там Внизу А Я Я Не в силах Ей Помочь Давай Я Поищу Следы Равины В катакомбах Слезы Текут Из глаз Старика На юго-запад Отсюда С другой Стороны Канала Есть Вход Он Тянется Носом Он Тянет Носом И Вытирает Глаза Тебя Действительно Послали Боги Если Хоть Что Нибудь О ней Узнаешь Ну Типа Расскажешь Окей Для Ди Так Я много Вариации Этой фразы Слышал Ну Так Они Все Типа Имеют Под Собой Именно Этот Первоисточник Так Скажем Еще Можно Смело Продавать Большую Часть Ингредиентов Но Я Не знаю Какую Часть Скряга Кто Такой Хуарью Ясно На Юго-запад И Пройти Нельзя А Это И Есть Катакомбы Мне кажется Я Пожалею Но Ладно Микрофон Цел Цел Работает Отлично Мертвый Новопосвящен Тише Аккуратней Аккуратней Лицо Лицом Лицом Стролем Панический Стук У вас В голове Прервают Острые Словно Бритва Зубы И Когти Проблема 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 Потому что Они все могут Бить Я понял Лучше Бахнем Сделать Пакела Штук 120 Нахрена Для Катакомб Зачем Зачем Факела Объясни Я Что-то Вообще За все Это Время Игры Уже Практически 20 20 Часов Играем И ни разу С вами Не нуждались В факелах На дне канавы Осталась Вязкая Вонючая Грязь Я не спорю Может быть Понадобится Но А для чего Зачем 120 Че так Много Нахрена Они нужны Объясните Пожалуйста Спорлинг Ядрит Вашу Машу Заляшу А лот Нет Ты вот А 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 Сука Еще и Два Тролля Тролля блин сейчас подойдет этот а как отменить действие просто новое назначить понял а а а а большой стоит а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok По поводу футеров Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok О, прикольно По поводу футеров По поводу футеров Так, вы молодцы Вот что я могу сказать Берем все Отлично Будут какие-нибудь места, в которые нельзя без факела за идею Или монстры, которые боятся света Хрен его знает Главное сбои, они вышли Значит, вот эти новые Обновились Обновились Эти умения, точнее Стилет хорошего качества О, так, наш маг Немножко Немножко Приседает О, так, наш маг Все это время Все это время я мог это делать Ого Так много резов надо, пипец И еду Так же можно делать О, так, наш маг Субтитры сделал DimaTorzok 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 капюшон уедите звучит круто но она на деле ничего такого я я я я я я я я Я здесь Криповая тут? Да нет, просто как-то Тёмненько Это место Диабло очень сильно напоминает Так, давай сначала в эту комнату зайдем Я думаю, что это не поможет Я надеюсь, это поможет Я надеюсь, что это не поможет но и на там скипта по моему какой-то был упа чешуйчатый доспех но это понятное дело опять мемориалы типа для мемориалы для тех кто на kickstarter придержал скоро придется отдыхать Девушки отдыхают. Да вы их сдурели, что ли? Вот таким построением, пожалуйста, вперед выйдите. Айрон. Этот небольшой мужчина Орланд стащил сюда несколько ящиков кусков материи и устроил жалкое подобие лагеря. Мех у него на руках и ногах свалялся, одежда испачкана, почернившей грязью. Он шарахается от вас, когда вы входите, глаза его широко раскрыты, в них читается... Испуг. Через несколько мгновений на его лице, тем не менее, появляется слабая улыбка. Приветствую. Не ждал здесь гостей. Он наглядывает мрачную комнату. И чем тут занимаешься? Так, ищу женщину по имени Равина. Айрон качает голову. Я не знаю никого с таким именем, но я точно знаю, что тут внизу я не один. С той стороны канала время от времени доносятся голоса. Кажется, северо-западом. Чем еще могу быть полезен? Знаешь что-нибудь об этих катакомбах? Честно говоря, я тут не особо по ним бродил. Повезло, что нашел этот уголок, но погоди. Ну вот этот канал, этот канал Грогона. Грогон это гномы. Гном, точнее, который все здесь планировал. Канал тянется до самого Дараондры и впадает там в море. В остальном тут просто много костей. Тут последнее пристанище для людей, у которых не хватает на большее. Теперь все здесь затоплено. У народа побогаче тут есть собственные могилы. По суше. Кстати, тут лежат герцоги Дилуда, если хочешь почтить их память. Чем ты тут занимаешься? Мне тут не сильно везет в последнее время. Негде было жить, так что решил спуститься сюда. Никто особо в катакомбы не заглядывает. Ну, никто кроме тебя. Так, смотри. Интеллект 14 не выполнен. Скрытность 4 серьезна, потому что я бы сказал, что в катакомбах прячутся те, кто хочет исчезнуть. Выживание 4. Нищенство ведь можно и в менее опасных местах. Ты от чего-то прячешься или от кого-то? Так. Давай так, скрытность. Да, наверное, это очевидно. Ладно, это правда, я тут от рыцарей прячусь. Но все совсем не так, как тебе кажется. Это несчастный случай. Нелегко мне было в бухте непокорности. Наверное, мне казалось, что если я войду в дела города, заведу правильных друзей, то со временем станет легче. Так оно на самом деле и было. Я заработал репутацию, купил дом. Люди прислушиваются к моему мнению. Вернее, прислушивались. Большие страсти могут разгореться в разговорах. Мы обсуждали, кажется, договоры о поставках. Вот уж из-за чего надо было драться. Но в тот вечер один мужик неслабо разозлился. Может, он выпил лишнего? Айрон замолкает на миг. Кажется, ему не нравилось, что какой-то орлан с ним не соглашается. Я ударил его. Он двинулся на меня. Я ударил его. А он свалился, как срубленное дерево. Наверное, он ударился головой, когда падал. Айрон опускает взгляд и беспомощно пожимает плечами. Как оказалось, он был рыцарем. Рыцари горно не будут разбираться, что там и как было. Они просто хотят избавиться от меня. Я до веселицы не доживу. Редактор субтитров А.Семкин Та-да! Да, снова звук. Короче говоря, я просто не буду рассказывать о нем, но не буду платить. С другой стороны, может быть, имеет смысл заплатить? Как думаете? Дать? Окей. Айрон смотрит на вас недоверчиво, но это же его лицеменяет выражение, пока он пытается подобрать слова. Все говорят, что у тебя добрая душа, но я и вообразить себе не мог. Этого хватит, чтобы и из города выбраться, и на дальнюю дорогу. Не знаю, смогу ли я когда-нибудь тебя отблагодарить. Вот, возьми. Надеюсь, пригодится в твоих приключениях. Я тебе до гроба благодарен, друг. Мне пора собираться. Перчатки из кроличьего меха добавлены в рюкзак. Новая запись, голос из прошлого. Он собрался и свалил. Маленькая шаткая палатка, еще чудом не упало. Королева белая и нынешняя. Была и нынешняя. Упс. Дорогие сестры, вы еще помните свой первый приговор? Когда вы задушили своего первого обидчика, вы заметили момент, когда жизнь стала смертью. Вы поймали тот миг, когда ваша жертва поняла, что Ваидика не забывает ничего. Когда Ваидика вернет свой трон, взглянете ли вы на нее с гордостью, зная, что исполнили свои клятвы, или будете среди тех, кто нарушил свое слово? Ваидика учит мести и хорошей памяти. И пока она в изгнании, мы должны быть ее глазами и ушами, которые не позволят никакой несправедливости остаться незамеченной. Мы должны быть сжатым кулаком, который заставляет замолчать лживый рот. Когда вы и дико вернет свой трон, все... Все несправедливости, которые просочились через трещины истории, будут исправлены. Злодеи, скрывающиеся среди невинных, у всех на виду почувствуют удушающую хватку обожженной королевы. Молитесь, точнее молитесь, чтобы вам удалось дожить до того дня, когда вы присоединитесь к нашей королеве для очищения грешных. Но знайте, сестры мои, что мы должны быть готовы закончить наши дни до возвращения королевы, ибо она вернет свой трон, но, возможно, нашей дочери будут служить ее восстановленному двору. Ибо она вернет свой трон, но, возможно, нашей дочери будут служить ее восстановленному двору. Нам нужно продолжать жить так, как мы жили раньше, ненавидимыми другими верами, несмотря на то, что мы ставим справедливость превыше собственного благополучия. По крайней мере, империя Анидира все еще ценит нашу веру надлежащим образом. В знак уважения по имперской традиции наши жрецы должны считать контракт обязывающим по закону, ибо кто еще знает цену клятвы, как неверные последователи Ваидики. И нам грех жаловаться, ибо мы все еще располагаем поддержкой паладинов в стальной гороте. Они тоже понимают, что общество стоит на клятвах и правилах смертных. Когда Ваидика вернет свой трон, моя семья поймет, что я не зря посвятила свою жизнь королеве в изгнании. Когда Ваидика вернет свой трон, душительница перестанет быть историей, которой мы пугаем своих дочерей, а будет героем притч, по которым мы будем учить наших детей справедливости. Когда Ваидика вернет свой трон, она восстанет на нем со своей безупречной памятью. Станет явным каждое нарушение, каждое преступление и каждый случай несправедливости. Когда Ваидика вернет свой трон, даже боги не уйдут от заслуженного наказания. Ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка- на выполнение уже выдавать бонус знанию превыше в землях 9 камер сержантиме можно будет размещать пленников взятых во время путешествия вот вдруг у нас будут пленники так что давайте купим это дело авось появится пленники надо чтобы у нас было где их расположить возьмем и отдохнем отлично и забираем костерок все здесь мы с вами сохраняемся и прощаемся с пилорсов eternity даже немного переиграли и переходим на другую игру спасибо большое youtube запись на этом соответственно мы заканчиваем дальше круче youtube пока